Добрый день, наши слушатели, зрители. Я с удовольствием представляю в нашей студии людей, скажем так, одних из лучших специалистов, людей, знающих тем, любящих тем, чем занимаются, как всегда мы встречаемся в этой студии с такой категорикой людей. Это Владимир и Георгий. Ну, мы, так сказать, те, кто увлекается ножом, это наши долочи. Это люди, которые не только делают красивые, хорошие, добротные изделия, но еще изучают и любят то, что они делают. Тема сегодняшнего нашей встречи – это ножи. Сначала мы хотели, так сказать, путь финки. Но, в общем-то, по здравому размышлению и в соответствии с правдой исторической, финка – это общепринятые названия некого ножа, который, так сказать, где-то существует в мифах, скажем так. На самом деле это большое количество ножей, которые стояли, где-то еще продолжают стоять на вооружении советской, теперь российской армии. Это ножи легенды, это ножи – часть нашей истории. Поэтому мы, так сказать, вместо финки будем, ну, подразумевая общепринятый, так сказать, такой миф финку, мы ее сейчас постараемся развеять. Мы будем говорить о ножах, ножах армейских, ножах армейских РКК, ножах армейских, которые, с помощью которых наши предки прошли от Москвы до Берлина, ножи, которые побеждали в рукопашных сватках, ножи, которые помогали выжить в белоснежных полях под Москвой, в горах. Дело в том, что нож – это не только и не столько оружие, это некий, это и символ, это и инструмент, это и средство выживания, это действительно оружие, это и награда. Это многоплановый инструмент, который существует, даже не инструмент, предмет, наверное, предмет быта, который существует на протяжении всего, истории всего человечества. Меняется все, есть атомная бомба, ядерная, космос, а все равно нож, он неизбывен. И я для начала предоставляю слово Георгию. Владимиру сначала. Ну, хорошо, давайте. Я хочу сказать. Да, поскольку, так сказать, ничего, значит, давайте мы сразу же вот этот миф финка и нож армейский. Давайте об истории, тогда уж мы сразу раз финка, давайте финка – это что? Вот она, родненькая финка, вот классическая финская паука, плюс это не копия, а подлинная вещь. Время войны. Да, вот с этим инструментом финские дедушки теперь, а кому и прадедушки, воевали с нашими дедушками и прадедушками. Хотя, как военный этот нож, он хоть и присутствовал и на финской войне, и на всех последующих войнах, там, я имею в виду, Великое Отечественное, вот, но финами было на вооружение принято и ножи более специфичные, которые можно было назвать именно военными ножами. То есть, это были уже ножи с упорами, длинные и более пригодные, я так считаю, может быть, такое субъективными, более пригодные для рукопашной схватки. Ну, так как финн-человек лесной и со своим народным инструментом расставался с большой неохотой, им было разрешено носить и эти ножи, к которым они с детства были привычны. И вертозными владели. Да, и неплохо ими владели. Ну, как... Сразу вопрос, а есть... Вот почему пупко? От слова дерево? Нет. Пупко это... Да, там два есть названия, но есть как пупко, как дерево, и второй якобы там немецкий какой-то, да? Ну, пупко это вообще нож, будем говорить так, потому что очень много, не будем вдаваться подробностей, сами особенно не знаем, очень много разновидностей финских ножей, особенность какая вот ножа, пупко. Сразу же вот просто... Отсутствие упора, рукоять продолжает клинок. То есть, существовали даже такие приемы, удар в каком-то фильме, наверное, я даже это видел, что там сам оленя режут, не ударом таким, он представляет так нож и вбивает. И он входит, по идее, вот мне попадались такие ножи, не фабричные работы, а самоделки такие, северные именно, карельские, где вот этого переходика его почти нет. То есть, лезвие, и оно было... Это фабричный нож, это мартиней, да? А вот самоделки, когда я видел, они до 8 миллиметров в обухе, то есть, нелогично. Да, лом какой-то получается. Да, лом такой получается. Но, тем не менее, из-за того, что он от обуха был заточен, и лезвие переходило плавно в рукоятку, при коротком клинке, получалось, что при желании, именно таком, можно было клинок удлинить за счет рукоятки, то есть, в обхождении. Да, и плюс она при ранении производила такое шоковое воздействие. Ну, как бы, вот бывает часто что-нибудь делаешь, бритвы порежешься, не заменишься тонким ножом. А когда эта штука такая широкая, то это шок и, в общем, капут моментальный. Вот. И Финова именно с этими ножами, что громадное количество в интернете фотографий, где они с этими ножами позиционируют себя. И из-за того, что они с детства, как лесные жители, были привыкши именно к этому ножу. Они с ними не расставались. Да, они с ними не расставались. Очень рано им, мальчикам, вручали эти ножи. Вот. Мне как-то даже рассказывали, что перед еще финской войной мой сосед на коммуналке, по коммуналке еще, мне рассказывал, он учился в Петрозаводске в техникуме с финнами еще перед войной. Им разрешалось, студентам этого лесного техника, носить финские ножи. И строго оговаривалась длина клинка. То есть, некие там параметры были. Да. И девчонкам, финкам, разрешалось коротенькую финночку тоже носить. И с этим связаны у них были своеобразные ритуалы и прочее, прочее. Даже, дай бог памяти, в качестве знакомства желают ли дома втыкали нож в ножны. Естественно, когда начались эти события в финской войне, естественно, они свой родной с детства привычный инструмент и на военный театр перенесли. А вот что касается финских боевых ножей, официально принятых, как они выглядели? К сожалению, они здесь не призываются. Хотя, у нас тут имеют представление. Георгий, у нас тут... Я тут запас сюда, так сказать. Как главный архивариус. Все знали. И вы длиннее ему виднее. Если показать вот финские ножи, военные, которые, так сказать, представлены, штатные, будем говорить так, их несколько видов, несколько разновидностей, вот они все представлены, так сказать, преимущественно все имеют гарду, упор и, так сказать, функционал у них очень понятен. То есть, вот мы тут обсуждали с Володей перед передачей, что, грубо говоря, в рукопашной схватке, когда мороз, грязь, кровь схватить в темноте, если там свалка идет в окопе, схватить и вынуть финский нож, это нужна такая огромная снародность. Ну да, вот. еще не пораниться и ударить им, да, это еще вытащить его из ножен. Тем более, что ножны специфичные были, да, сразу на ножнах. И если у тебя все в крови и мокрое, то ударить, ткнуть и не соскочить, не поранить. Да, в рукавицы. Да, в рукавицы. Это настолько сложно и... Ну, финны сразу же вот о ножнах. Из чего ножны делались? Кожа, кожа, дерево. Кожа, дерево, береста. Я не знаю... Я имею в виду, как финский нож, пока вот мы только оттуда вот... Кожа, кожа, береста, значит, плетеные береста была, кожа, дерево. И в войну было запрещено производить ножны из кожи. То есть, они сделали пресс-картон. Ножны были картонные. Алюминиевые. Вот. Значит, ну, как сувениры из сбитых наших самолетов делали алюминиевые ножны, как память о войне, там, они так и назывались, память о войне. С 42-го года преимущественно они делались, потому что 39-й, 40-й это была очень жесткая война, некогда было в окопе сидеть, а там 42-го года в экспозиционную война, ну, люди занимались творчеством, будем говорить, а как окон, очень большое количество алюминиевых ножен, деревянных ножен, памятных, имеется в виду, по местам боев, местам дислокаций, а по частям очень много и самодельных ножей, которые вставлены в это и фабричных ножей, которые там перенесены в алюминий, в дерево. В общем, очень интересная тема финского ножа, именно с той стороны окопа. И сразу же, вот мы, так сказать, окончательно добиваем миф, действительно, вот этот нож, финский Пуко, его вытащить достаточно тяжело извлекать. Нет, вытащить его... Я имею в виду, что в горячке боя. Да, в горячке боя. Где-то искать вот его, да, и ножны тоже... Плюс проконтролировать его нужный хват. Именно хват, вынимается-то он как раз очень удобно, чем? что в один обнимку вот в такую или вынимается, он отсюда элементарно. Ну, это элементарно, потому что... это не мог, не мог, не мог, не мог, не мог. Руки под нож заточены уже много лет. И выдернуть. Нет, а дело не в этом. Дело в том, что это тоже не сразу откроешь, но когда ты берешь нож... Я к чему, что его уже... Эволюция идет от ножа хозяйственного бытового назначения, она пошла к... Трансформироваться? Трансформироваться, да. В России финский нож, еще одно, надо упомянуть вот этот нож, он это заслуживает. В России финский нож производили многие артели, и в войну он перешел вот в таком виде, так называемый сучок. Он уже был... Супрожен. А у него другая совершенно форма... Рукоять. Форма рукояти, если вот это называется сапожок, то вот это называется сучок. А, да. Да. И хваты у них совершенно разные. То есть, вот этот вот нож, вот на мой вкус, он удобнее. Сюда закладывается мизинчик, как упор он работает, или вот так пальчик. И уже он более травмобезопасен. И клинок уже сделан в русской версии, так называемого, финского ножа. Уже по другому принципу. Он не ромбовидный, не обушистый. То есть, он простенький, но зато вот такая щучка хищная. Да, по 14 сантиметров. А нож, в принципе, вот длинные ножи, я не знаю, там у финнов не было принято. То есть, функционал этого ножа, как будем говорить, так рабочего инструмента, ну, я считаю, что это уже чересчур. То есть, эргономика совершенно другая. И если брать 10-12 сантиметров, это эргономика для работы с деревом, с чем угодно. А это уже, ну, я считаю... А я люблю Женю, да, это уже оружие. Ну, это времен войны, это уже оружие. Есть много легенд, как они там появились, но они были и до войны длинные, как сувенирные. Ну, вот, преимущественно, вот такие вот, ну, это уже понятно, что не колбасу порезать, а... И поэтому, после финской войны, было принято решение создать для наших войск что-нибудь такое. Прообразом послужил сначала... Ну, это дуло, да, вот несколько. Сначала вот это вот, называемое, ножом КВД, да? Да. Сначала он был, как правильно назывался? Нет, он... Охотничий, шведский. Нет, он... Это охотничий шведский нож от Понтус Холдберга, от легендарного Понтус Холдберга. Сделан он практически один в один, то есть, у Понтуса была и такая, и костяная здесь вставка, рукоятка, но форма клинка и форма, так сказать, всего ножа, это шведский, нож шведского типа, охотничий, он и позиционировался всегда как охотничий нож. То есть, их было много, он позиционировался в Швеции как охотничий нож. Вот, ими были в 30-х годах, в середине, в конце 30-х годов труд Вачи их выпускал для госбезопасности, для НКВД, поэтому он назвался нож НКВД, для разведчиков, ну, очень много там, кто им пользовались этим ножом, и, в общем-то, очень удобный он, ну, такой, будем говорить, изящный. Изящный, да. Кстати, вопрос, вот если на охотничий, почему такой изящный, как же можно использовать его? Ну, не очень, я с вами согласен, потому что не очень удобно вообще с гардой ножи использовать на охоте. Просто в Швеции медведи, видимо, мельче. Да. Маленький, женевский. Между тем, что, допустим, те же Холмберг и Хеллберги, ножи у них очень похожи, они выпускали и в 140-ом длине клинка, и чуть шире, ну, в принципе, они очень похожи, были охотничьи, ножи другой немножко конфигурации, но вот за основу взят, по-моему, Тус Холмберг, такой очень известный. Вот интересно, да, сама по всеми темам, зачем НКВД финкать? Ну, вот так вот получили. Очень сложно сказать. Подранков добивать. Подранков. Тем более, вместо мизерекорде. Да. Тем более, что оно что не как оружие, а как вещевое. Ну, да, скорее всего. Вот. А, значит, еще, вот, к сожалению, здесь нету, ну, люди, которые этими увлекаются, занимаются, была такая, в 37-м году было принято на вооружение в легких водолазных частей финка сапера, так называемый, как она сейчас позиционируется. Похожий вот на этот наш. Да, ну, то есть она была длиннее Энера на полтора сантиметра, но Энера еще тогда не было. Значит, на нее одевалась резиновая ручка, дополнительно, на деревянную, и были резиновые ножны. Значит, потом, но больше всего, ну, как пишут люди, которые этим занимались, она себя хорошо зарекомендовала в финской войне. То есть, потом ее распространили на разведчиков, которые, кстати, что удивительно, многие оценили вот хват этой финки, то есть, она и называлась нож финского типа именно, вот, оценили хват этой финки и отсутствие гарды, то есть, гарды ни за что не цеплялась, и она была многим очень удобна в этом отношении. И резиновые ножны сделали кожаным, переделали, оснастили кожаным, и назвали, финка саперы ей пользовались многие, гру, разведчики, и очень многие, она была идеальной, и в то же время, я не знаю, то, что я читал, значит, она была кованая, энерры были катаные, стамбонные это лезвие катаные. Прокат. Да, прокат, то есть, она была чуть тяжелее, ну, как-то она, и зимняя война показала, что у нас не хватает основное, что у нас было, у нас был СВТ-40 штык, как нож, и как его было в изобилии, но, значит, показала война, что не хватает именно ножа. Ну, плюс еще перевооружение автоматами. Да, и как раз вот ножа не хватало для разведчиков, автоматчиков, и те, кто не может примкнуть трехлиниевый штык, там, штык СВТ, КВС, и многим. Вот, и был, значит, разработан. И поэтому в сороковом году мы плавно переходим. Да. Стоп, давайте еще один вопрос, который, вот мы, вернусь к, еще один миф, еще один миф, значит, который надо как-то с ним разобраться. Правда ли, что клинки и паука ковали из коз? Я читал, что, не паука, а лапланские ножи, мне тоже где-то в литературе попадало, что особым шиком было на лапланских ножа оставить гребеночку от косы верхняя. И при том, что я замечу, ты от русской косы. Да, какая-то сталь необычная. Коса, старые, такие косы, которые там где-то на столище и в то же время ковка. И лопарям был удобен. Такой смысл в этом мог бы. Мог бы, да. Боли лопари, там где-то на коленке называется ковали. Это, во-первых, от ковать, а во-вторых, это оттянуть можно молоточком, если ничего, в общем-то, дочку поправить. Но я не знаю, я не видел, поговорить не буду. После войны столько по тундре осталось что Дубекерев, что в косах не было. Можно и отпало. Самолетов, танков и всего прочего. Железа хватало. Итак, мы с вами и так до середины 30-х годов НКВД принимает на вооружение себе. Это еще был один нож. Он здесь не присутствует. Нож канадского типа. Нож канадского. В это же время где-то был. Чем отличался? Более массивный с разогнутой каяткой. Здесь должен быть. Если попробуем нож канадского типа, это он тоже стоял на вооружении? Да, он был принят на вооружении. Сначала у него была такая каятка рифленая. Это РКА, да? В целях упрощения будем говорить так изготовление сделали деревянный. Сейчас мы найдем его. Вот кстати, о чем говорили. Нож финского типа, он же нож сапера, водолазный нож. Здесь представлен в двух видах ножны. Практически они ничем не отличаются, только здесь очень интересная ручка у него, очень удобная. И где он у нас кстати о птичках? Вот он, вот нож канадского типа, который несколько лезов. Такой накабар чем-то, да? Что-то угадывается. Который выпускался наравне с ножом НКВД, стоял на вооружении РКК, вот. Ну это видимо куда-то вообще так сказать, если говорить немножко мы уйдем назад, вот ножи, да, вообще в российской армии как таковой, ведь ножа на вооружении не было. Не было. Ну я буду считать ножом, это конечно на тягуне сейчас нет. это то, что сейчас я знаю, да, мы столкнулись когда во время чеченской операции, ОМОН хотел ввести на вооружение ОМОН и СОБРы ножи, им сказали, что хотите, людей резать, ну да, на вооружение так и не поставили. Так и тут, вот как вот история русского ножа, как вот оно? Ой, это такая тема, что в уставе, я служил еще в советское время, в уставе было написано, что военнослужащие срочной службы имеет право носить нож, но нож этот должен быть уставленного образца. Образца этого не было, да, и поэтому что тогда, что сейчас. армейский. Но ведь если, так сказать, мы всю свою историю воюем, да, ну так нам выпала судьба. И будем воевать. И будем воевать. И победим. 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 Ведь вот некая традиция, почему именно, ну скажем так, нож северного типа, почему Непчак, например, тоже хорошее оружие. Хорошее оружие. Да, хорошее оружие. Что это технология, традиции. Что это? Почему так? Никогда не сдавались в вопрос. Почему северного образца? Ну, потому что по своим климатическим условиям, мне кажется, Россия ближе к северу, чем к югу. Ты замечу, извини, что с севером она чаще воевала. Намного. Что со шведами, что с немцами, что с литовцами, будем говорить так. Это наш ареал, так сказать, основных воин, не считая монголо-татарского иго, который был или не был. Поэтому прообразом послужил, конечно, нож финского типа, шведского. Шведского. В него внесли, я считаю, правильно сделали упоры, потому что в схватке упор все-таки ничем не заменим, особенно в наших условиях, когда то дождь, то снег, то хрен знает, что под ногами, что с неба сыпется. И я считаю, что этот нож был, если бы его сейчас даже приняли на вооружение, то поступили бы очень мудро. Хотя бы что-то похожее. Я, кстати, срочную службу служил именно вот с этим ножом, хотя крокопашным схваткам служа на корабле не имеешь никакого отношения. Но, тем не менее, вахту у трапа я стоял именно с этим ножом и было выбито 1940, артель, не помню. А то, что было обозначение 1943 год, было, да. И я считаю, что как армейский нож, он был оптимален по тем годам. Сейчас, не знаю, сейчас, конечно, новые стали, новые материалы, новые подходы. Его как приняли в 1940 году на вооружение, он назывался ННР, как у нас принято, словесно, он НА, тоже один из армейских сороков, развеечек, ползущих взрывах, до сорокового года образца, и последние ножи, насколько я знаю, были сняты с вооружения с российской армии, ну, скорее всего, но официально были сняты в начале 21 века, то есть, прослужил он лет 70, наверное, 60-то точно, и нарекания на них потом появились уже после войны, модификация лезвия, практически тот же клинок, тут даже говорить, нож, так сказать, вишня, а почему вишня? я даже не знаю, вот это, не могу сказать, почему назвали вишней, это фамилия вообще украинского автора, значит, изменили гарду напрямую, сделали ручку с винтом задним, в общем, тоже нож, которым все, кто с ним связывался, считают его очень функциональным, а так как мы общались с людьми, которым приходилось с ним картошку чистить, не всегда дома, считают не всегда свою, не всегда свою, и выкапывать ее в чужих огородах, считают, что это а мы пропустили еще Колпинский, мы сейчас мы вернемся, мы же только начали, это же надо потихонечку, потихонечку мы сейчас, кстати, современных, ну, я тут недавно присутствовал на занятиях с военными, современными, конечно, целый пласт науки, в науке побеждать, как-то ножевой бой, там, или владеть ножом, просто его нет, его не существует, пошли на, значит, на поводу западной, все, значит, кругом только бомбы, самолеты, а противники не сходятся, ну, очень жалко, ведь, я пытался говорить, что то же самое, правда, сейчас и американцы отказались от того самого штакового боя, у них был в корпусе морской пехоты до 2005 года был, у них позиция такая, что надо увидеть противника в лицо, надо его убить, сейчас от этого некая такая, вот уже, значит, негуманно, я считаю, что, конечно, работа с ножом или там, со штуком, это не самоцель, это средство для воспитания бойца, не более того, не более, да, вместо того, чтобы играть в баскетбол, как сейчас, на современной армии, там, два часа в неделю должен играть в баскетбол, а может быть, он может там, не знаю, что поработает, метнет, ну, это, конечно, очень грустно, а вот теперь мы возвращаемся к тому, где это все проявило, ведь все это, образ разведчиков, даже эту фотографию, сейчас мы покажем, нашу, распространенную, вот такой вот красивый парень, где-то, скорее всего, я думаю, это Североморец, наверное, вот этот вот Североморец, да, давайте мы покажем его на камеру, да, вот видите, вот такой вот он вооруженный, ну, не знаю, ну, хотя револьвер у него на этом, да, чтобы не потерять, чтобы не потерять, нож, на постромке, нож, самоделка, скорее всего, ну, вот тоже, вот с гардой, вот такой вот, да, очень красивый, вот такой вот образ, такого лихого разведчика, да, вот он есть и существует, и, наверное, действительно человек совершил немало интересных вещей, делал, занимался, как-то так сказать, ну, скопался в этом, в архивах и нашел наш, там, вернее, два человека, моряки, балтийцы, в рукопажной схватке с помощью, у них СВТ было, и два ножа, 18 фрицев, в рукопажной, даже есть фотография, где-то я, так сказать, вот официально, что это, два человека, 18 вы делали, как это было, ну, вот это, скажем, я наградные документы читал, и вот, и так, вот мы с вами приходим к Великой Отечественной, опять же, мы опровергаем миф, что мы там были всякие такие нищие, всякие эти самые, все-таки в войне мы готовились, и некая доктрина была, так я понимаю, было, и вот пришли мы, вот так вот, да, вот когда я хотел сказать, что когда был принят на 40, значит, вышло потом наставление по рукопашному бою, и люди, которые вооружались, и не проходили какой-то определенный, так сказать, выдавались им уроки, при том, что никогда не ставилось именно владение ножом, совершенствует он, отработка нескольких основных приемов, доведенных до автоматизма, то есть, то, что нужно в бою, в бою конкретно ударить, порезать, и все, что тебе, так сказать, это доводилось до автоматизма, то есть, преподавали урок, если ты хочешь жить, ты его усвоишь, и доведешь это все, и вот сразу, извини, перебираю, я говорю, вот сразу, вот мы обратим внимание, ношен, S-образная гарда здесь, и здесь гарда, да, почему? ношен КВД, и нож армейский. заметьте гарда, обратная, обратная, S-образная, почему? вопрос, ну, во-первых, разные ведомства, да? ну, даже не разные ведомства, и вовсе наставления, все-таки дорабатывали, и делали с целью, не картошку чистить, я замечу, вот, значит, нижний хват, ну, и картошка тоже, да, и упор, для реза, то есть, под большой палец, потому что закрытая, если вот здесь была заточка, то не очень удобно, то есть, он сделан под обратный хват, то есть, еще и спороть, да, именно, именно он сделан, не только колющие, но и взрывающие какие-то, то есть, он универсален, и он очень многим, вот, полюбился, потому что, он стал универсальным, то есть, не только орудие убийства, он может служить, ну, хоз быта, будем говорить так, невзирая на, там, развитую гардочку, перерезал, да, перерезал, ну, да, туда же специально, вот, так сказать, нет, очень удобно, он такой, легкий, то есть, кино, где кидают, НР, как его называют, на 30 метров, меня до сих пор, возбуждает очень сильно, я хочу просто посмотреть, этого режиссера, и спросить, ты его в руках держал? кстати, этот миф, он, видимо, из кино перешел, я знаю, что, когда в начале доечных годов было выдано ТТХ на изготовление ножа, наши, так сказать, военные, я сам читал, ТТХ, там, одно из требований, нож должен втыкаться на дистанции 20 метров, ну, это бывает, вот, как вот, это что должно быть, просто физику товарища не учить, ну, в кино, наверное, посмотрели, мне рассказывали, так, что 20 метров, это он, килограмм, мне рассказывали примерно то же самое о одном нашем кузнеце, о котором попросили сделать нож, который рубит гвозди, вот, значит, строгает напильники и все прочее, он попросил заказчика написать техническое задание и к следующему арсеналу к выставке он его сделал, это, не знаю, насколько это анекдот, но фамилия этого человека известная, когда он вручил этот нож товарищу, тот наследие с ним на арсенал пришел, говорит, он колбасу не режет, он достал листов, он мне скажите, где здесь ТТХ, чтобы нарезать колбасу, он или должен рубить гвозди, или резать колбасу, давайте мы разберемся, что должен делать этот нож, да, поэтому, ну, универсальный нож, это очень сложно понять, вот, и также о том, что финку можно метнуть на какое-то совершенно невозможное расстояние, это тут недавно был фильм про финских кукушек, которые там стреляли в наших в 39-40-м году, и вот наш товарищ там всю дорогу ходил с такой финкой, с Илвисом, именно, с рысью, и человек, сидя там, снайпер, сидя на дереве, где-то на расстоянии 8-ми или 10-ти метров в этих сучках, тот размахнулся и кинул и попал, а тот был упакован живым, я так понимаю, в полушубке, и убил его этой финкой, мне вот, я говорю, в какое место он ему попал, никуда он ему попал, он просто бы не долетел, он просто со страху упал, со страху, что сейчас его поразит, вот, поэтому, ну, многие ножи делались именно вот этот, ну, этот нож был эталонным, да, ну, в принципе, но вот проникающий, тоже надо учитывать, что довольно сложно ножом пробить телогрейку, там что-то, значит, нужно или уметь хорошо ударить, потому что слабый удар, очень, можно сказать, так, инерционный, может и не пробить что-то, зарез, то есть, ну, снять часового, там, рукопашки, где-то, это да, было наставление, что при, так сказать, натыкании лицо в лицо, ножом наносится удар в лицо, ну, шок, шок, потом уже работает, потому что, ну, сразу там, пробить телогрейку, это нереально, поэтому делали, вот, грубо говоря, примерно такое, это, конечно, новодел, довольно тяжелая рукоятка, то есть, инерционная такая получается, чтобы он пробивал, что-то, грамм 200 он весит, наверное, но не всегда удобно, наверное, с собой таскать такую, но, ну, с другой стороны, логика вещи тоже должна быть, оружие последней надежды, я еще и выбрасываю, если ты бросил нож, ну, знаешь, какой специалисты, вероятнее всего, были, металльные ножи, это, это, есть подтверждение, да, но нож, это действительно оружие последнее, шансы, и расстаться с ним, ну, тоже интересно, и так, вот, в Великой Отечественной, и так, вот у нас есть штатный нож, который, так сказать, ну, понятно, что на всех сразу не хватать, тем более, там, склады были захватены, все это очень сложно, грустно, и получается, что ножами занимались все, да, то есть они, раз они стояли на вооружении, значит, они быть, хочешь не хочешь, они должны быть в наличии, правильно понимаешь, и, соответственно, значит, основные, так сказать, кто вот основные ножи делал, ну, значит, делал их и Златоуст, делали их Нижегородские артилли, очень много их делали, и в Москве, есть, Андрей Артульчмак там пишет, значит, есть сведения, что сталь поставлялась в артиле в Москву, где делали ножи для армии, вот, и, делали их прифронтовые рембазы, да, рембазы, и все, кому не лень, делали ножи, потому что, вот у товарища на фотографии, это явная самоделка абсолютно, вот, может быть, клинок какой-то, так сказать, и фирменный, потому что очень много было в конце войны переделок из кинжалов СА, СС и прочих, из штыков, из штыков, из немецких, и, в общем-то, хотя вот мы пытались с Володей делать реплики, из немецких штыков, я скажу, что нам попался, по-моему, один, да, более-менее достойный по стали, а делая из ВТ-40 реплику, я вам скажу, что сталь там на порядок выше, наверное, немцев. сразу же, извините, перебиваю, сразу же возникает вопрос, наши противники, да, вот, ну, тут фотографии образцы, так сказать, образца, ну, немцы, они славились всегда этими, да, показывают, у немцев был очень удачно окопный нож, так называемый, вот, так сказать, вот это, да, кинжалы у них там были, от Гитлера-Юнгенда до высших чинов, они, ну, кинжал, 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 но исходили из того, что вообще есть такое, так сказать, историческое наблюдение, что колющие нации побеждали рубящие, ну, скорее всего, да, потому что, коротко и ясно, но, как такового, такого универсального, немцев-то не было у нас, не, это вот это окопный, ну, давайте начнем с того, это тоже конец войны, давайте начнем с того, не было у них и в уставах особо, по рукопашному бою, там у них там не было, но начнем с того, что у немцев окопные ножи, были в Первую мировую войну, согласен, в отличие от того, что у нас, у немцев, у французов, у французских гвоздь, который там, проволока загнутая, с рукояткой, там, уже, это америкосовский, ну, вот, вот, пожалуйста, девятьсот восемнадцатый год, американский нож, кастет, ничего, честно говоря, глупее я не видел, может быть, это очень удобно, но, зато технологично, но, зато технологично, во-первых, нужно, и можно продать, да, вот, ну, в принципе, у немцев культура, не культура, а ножи были с Первой мировой, у нас такого развития они не получили, то есть, ну, многие, будем говорить так, ножи, которые есть у немцев, они возведены, почему-то, в культ, ну, да, хотя, кинематограф, во-первых, во-вторых, ну, я не понимаю многих больных, кто именно болеет Третьим Рейхом, в нем его понимание тоже, да, хотя, у них есть чему позавидовать, будем говорить так, по военному развитию, там все очень много спорного, но, в то же время, то, что у них вооружение было великолепным, в то время, как у нас были Максим и Дектериевы, я в Питере в артиллерийском музее попал, повезло мне, попал в запасники, мне показали, значит, такой, знаете, ну, на коленке сделан автомат, я говорю, что это такое, а это, говорит, вот немцы уже в 45-м году пускали, потому что уже не хватало, ничего не стали, ну, ничего не было. И винтовочка была без магазина. Да, уже все, потому что, и действительно, вот это преклонение перед людей, перед армией, которая нам проиграла, в чистую, нет, ну, вот этот кинжат, немецкий. Вы помните, что невозможно было нигде достать и купить после фильма «Азорь из тихий», когда «Соснаваску» отбросают. не купить, если сказать, вот на этот экземпляр цену, извините меня, это невозможно просто озвучивать, потому что там символы электриков и воронок, и девиз войск СС, которые признаны военными преступниками, да, это, конечно, замечательно, но не до такой же степени и вот возвездение в ранг того, что вот, ну, я говорю, что красивые, да, у них традиция оружия, конечно, очень хорошо развита, у них красивые, императорские были, кортики, и потом «Криксмарин» немецкая, чудесная абсолютно, ну, скажем так, ну, возведя их в ранг фетиша, во-первых, они стали, ну, какие-то совершенно сумасшедшие цены на них, то есть люди, которые их коллекционируют, и вот раздув эту всю истерию по поводу того, может быть, они думают, что они в бою это были? Ну, скажем так, мне кажется, во время всех наших войн, если кому-то очень хотелось кого-то зарезать, он находил, чем это сделал. Абсолютно. Тоже солдатское творчество присутствовало в ножевом деле очень широко. Мне часто попадались ножи, именно которые наши солдатики делали где-то втихаря, в окопчике, там, из напильника. Ну, я, к сожалению, не взял. Есть нож, но мы, я думаю, из напильника, с этой теми, да. Такие, и попадались странные ножи и финского типа, и кинжальчики маленькие, плюс и открывалочки там какие-то присутствовали, и умиляли вообще надписи на самодельный, там, травленный, не знаю, чем аккумулятор, наверное, на клинках этих ножей, там. Так что... Вот о творчестве, да, вот ведь насколько мы непобедимы, просто по определению, говорю, по ножу, когда мы из финского инструмента сделали оружие победы, да, то чуть-чуть модернизировали, что-то придумали, там, как им, и вот оно стало оружием. Так же, меня поражают те вещи, да, вот этот нож, расскажите об этом ножа, пожалуйста. Ну, я говорю, я вот, тем более, сейчас, сейчас как раз юбилей снятия блокады, он занимался этой темой, да, было 27-го, по-моему, да, сняли блокаду Ленинграда. Вот этот нож, многоуважаемый Андрей Артурыч Мак назвал Колпинским, но он так и прижился, это название, этот нож, который делали в блокадном Ленинграде. Самое удивительное, до сих пор, я, меня лично это поражает, как нож, который довольно, недовольно, а технологично сделан, делался в условиях блокады, голода, мороза, и, в общем-то, делался он, я так понимаю, серийно, потому что они, так сказать, встречаются очень редко, но встречаются. Значит, он, вот как раз-то, он очень похож на финский нож, то есть, ну, финны тоже есть с гардами, клинок, будем говорить, маленькая ручка, то, что присуща, финнам, университетам, да, маленькая ручка, присуща и русским ножам, потому что на три пальца она обычно, так, боевой нож, он на три пальца, делался, некое фехтование, некое такое. Завершить не сносить. будем потом, давайте спать. Нет, просто вот меня поражает, вот, я его, так сказать, когда увидел первый раз, меня поразило, воочию, когда именно оригинал ножа, как это делалось в осажденном Ленинграде, когда людям есть нечего было. Ведь он элегантен. И он элегантен, да, такой эргономика очень интересная. И законченное такое вот произведение, что называется. Меня вот это, я говорю, очень поразило, когда я это первый раз увидел. Вот этот нож, может быть, вот так вот покажем, очень интересно смотрится, очень интересно. Здесь вот, ну, так сказать, видно, что сделана на, либо какая фабрика, может быть, нет оборудования, может быть, тут видно, что не на коленке сделан. Очень интересно. Зимал такой же вариант без гарды. Прикладистый. Да, но, это настолько редко вот ножны ему достойные пришлось шить, потому что никто не знает, как выглядели ножны для него, и вообще выглядели они как-нибудь. Может, они их в сапоге тоже. Ну, может быть, может, просто в дермантина обернут. А вот этот нож, вот расскажите об этом. Ну, этот нож, так сказать, мы, вот, Гена, Володя, делаем иногда реплики на Вторую мировую, на финские, окопное творчество. Это нож сделан из крупнокалиберных рукояти, из крупнокалиберных затылков, крупнокалиберных гильз немецких, рукояти бонитовые. Ну, что-то, тема фронтового, там, окопного, так называемого, творчества, потому что, ну, будем говорить так, чем можем память наших предков сохранять, и людям, кому-то это очень интересно. Ну, кто-то не может найти оригинал, то есть, их не так много, а для, будем говорить так, памяти, или для коллекции, такие ножи, на улицу их носить, глупо, кидать в деревяшки. Вот в переулке можно. В переулке, да. А вот сразу, так сказать, еще один, ну, я сейчас сталкиваюсь с этим, ну, был невежество, да, так называемый, где-то я даже в литературе читал, нож с кровоспуском, бред помнишь, вот это вот, вот это вот, вот даже, и это пишут, или говорят люди, вроде бы так, в общем-то, я имею разговор в виду, вот это дол, дол, да, дол, он делается для облегчения конструкции, для упрочнения, это, ну, сопромат, никуда не денешься. Особенно, если он кованый. Да, а вот почему на, вот здесь дол нет? Чем это обусловлено, на ваш взгляд? Во-первых, толщиной клинка, это раз. Во-вторых, требование к армейскому ножу, вот это упрощение конструкции. Ну, да, то есть дол, это уже технологичность, технологичность, изготовление, то есть скорость, технологичность. В то время нужно было очень много ножей, и делать, дополнил, официально более полумиллиона была выпущена. И толщина клинка, долы-то не позволяет особенно. Здесь вот даже клиночек-то потолще. И долик такой небольшой. Вот, а делать долы технологически невыгодно. Если это катаная сталь, обычный прокат, смысл, если бы они кованые были, да, в кованый дол, он дает прочность, паракатная сталь, просто фрезеровать для красоты. Финки разные нужны. Финки разные нужны. Вот тоже интересное очень изделие, очень интересное изделие, это новой дел, но, но, знаете, вот, когда его берешь в руки, ощущение, что это, да, это вот оттуда, потому что сделано с душой, сделано классно, сделано, я не знаю, насколько это точно технологически, расскажите об этом ноже, пожалуйста. Ну, этот нож делал Андрей Артурыч Мак. Лично? Я не буду говорить лично. Значит, здесь, что интересно, здесь гарда, затылок, детали, которые находятся в ручке, сделаны из материалов того времени, то есть, пропеллер от немецкого самолета, это танковый аккумулятор, немецкий, крышка или боковые стенки, это, по-моему, что-то от фонаря, я, самолета, я точно не помню. То есть, это подлинник? Да, это сделано из подлинных материалов, то, что можно было найти тогда, то есть, и сталь здесь не какая-то ахова, а именно, вот, что-то типа наши 65Г, ресорка, и, в общем-то, написано, что это Медоварова артель, то есть, это сделано, как будто делали, как подарочный нож на войну. То есть, кому-то там такие ножи дарили. Вот специально там на ножнах написано «За Родину». То есть, вот такие ножи, это было их несчетное количество всевозможных, которые… именно солдатское творчество. Да, подарочные, солдатское творчество, какому-то командиру подарить, еще что-то. Ну, вот в последнее время, слава богу, мы повернулись к себе, к своей истории, и опять возникла мода на финки. Хорошо ли, плохо ли, не мне судить, вот современный обзор, вот так сказать, вы как… Я понимаю, что это… Попытайтесь быть объективными, современные новоделы, вот финки. Сейчас их кто везде, этих НРов, НА, Вишни, там их вот такое количество выпускается. В принципе, как к этому относиться? Просто, ну, когда-нибудь моде, да? Просто без какой-то движухи не будет развития. Пускай люди делают, пытаются, копаются в архивах, разглядывают фотографии своими, со своими дедушками и прадедушками, и из этого когда-то что-то родится, более-менее определенное такое. Потом мы столько лет были зажаты, в плане творчества ножевого, что вот этот прорыв что-то должен дать в этом плане. Потому что смотришь каталоги наших ножей и каталоги забугорные, разница чувствуется. То, что вот эти 70 лет наши, они в плане того, ну, просили. Два года давали за самодельный нож, что там говорят. Я много-много лет назад попал даже в историю с этим связанную. Полетел с геологами работать. Вчера был выпускной вечер в 10-м классе, полетел в геолог. Вышел в аэропорту города Усть-Каменогорск. Там надо было пересесть на местный самолетик. Мне открывают рюкзачок и достают там совершенно, даже клиночек был еще короче. То есть я загремел тогда, помню, в местный аэропорт. И тогда вот родилась идея будет стать даже делом. Да-да-да-да-да-да. Мы знакомы. Ну, это нормальный человек делал ножи все, по-моему, в детстве. Но мы знакомы. Все делали ножи. Мы знакомы полвека. И ножи были. Поэтому то, что сейчас... На первых уроках труда уже. То, что сейчас народ пытается что-то воспроизвести, слава богу. Хорошо или плохо получается, но... Ну, кого разно, хотя бы. Я столкнулся еще с такими вещами в Златоусте. Там они, значит, все себя считают наследниками того самого завода или той самой артели, который делал настоящий нож. Ну, это, конечно... Маркетинговый ход. Несколько иронично, к этому он относится. Но там у него очень болезненно. Это нож такой-то фирм. Нет, это фигня. Вот у нас вот он там. Чем он отличается? Ну, мы оставим... Знаете, не будем там обсуждать ножи у кого, кто считает там лучше, хуже. Нет, это... Есть очень хорошие ножи. Практически многие делают хорошие ножи. Многие делают, ну, будем говорить так, фантазийные какие-то. Когда обсуждается там, допустим, тот же нож НКВД, многие пытаются сделать прям один в один, но не у всех это получается. Ну, благо, что кто-то что-то пытается. Ну, я единственное, что не понимаю, да, возвели, опять-таки, вот финку, как они почему-то называют НКВД, возвели фетиш-то такой. Ну, значит, если я скажу, что, допустим, сейчас где-то на аукционах вот этот нож стоит в родном исполнении около 100 тысяч российских рублей, а точно такой же понтус-холдберг тех же годов стоит 15 тысяч, вот за историю. За историю, да. Жиры твои наши через 100 лет будут. Будут еще больше. Да, вот. И так же, ну, будем говорить так, создав, ну, вот замечательно, это же, ну, я не буду говорить, там, описывать, она похожа, не похожа. Это, будем говорить так, копия ИНА-40, обсуждать, там, она похожа, не похожа. Ну, люди пытаются ее сделать, ну, вот я говорю, а возвести вот в ранг чего-то очень дорогого, ну, вот, на мой взгляд, НА, это вот, знаете, как автомат Калашникова закончена тема. Да, да. Как колесо, изобретена, вот, ну, хоть ты как, вот ты вот. И вот, ну, вот тут мы сразу же, я о творчестве, вот, уже вопрос конкретно к вам. Я знаю, что у вас шикарнейшие новодельные изделия, шикарные. Ну, что прям шикарные. Шикарные. Фильм, конечно, фильм. Не, стоп, вот тут не соглашусь. Там вот эти реплики ваши на тему Суоми мне, так сказать, Александр показал, я, я понимал, что это новодел, ну, подсмотно, потому что просто так бы не показал. Но я пытался, вот, так сказать, я говорю, ну, блин, это вот настолько надо быть творческими людьми, чтобы как-то вот, там, не знаю, там, не знаете, вот, зубилом, долотом выбивать там эти всякие слова и все это самое. Я к чему? Я уже к вам, как к мастерам, как к творцам, в хорошем понимании этого слова, ведь, что подвигает на вот эту работу? Как рождается идея? Не просто же так увидел, там, дай-ка я так сделаю. Уже 50 лет вы занимаетесь ножами, наверное, уже обрываете, по ночам уже не сняться ножи. Ну, не 50, а 40. Ладно, 38. Вот это, ребята, вот расскажите, вот это интересно. Я не могу это объяснить. Или это сверху? Как творчество? Нет, это должно просто зажечь, вот, зажигает это, как каждого нормального паренька, у которого отец охотник и рыбак, и ножи присутствуют в обиходе с детства, и что-то нравится, что-то нравится. То есть, нож, когда берешь нож в руки, он должен вызывать какие-то чувства. Как женщина, лег руку твоя, да? Женщина на руке, это навряд ли поместится. Ну, ее некая часть. Дикая рукоять. Ножи у меня вызывают другие эмоции, чем женщины. Боюсь даже предположить, что резать никого-нибудь. в рекламных цехах. Нож, он должен вызывать какие-то эмоции. А что оператор улыбается? Думать не достать? Не уйдешь. То есть, он должен или хищные какие-то чувства вызывать, желание что-то сотворить хорошее или плохое этим ножом. А бывает нож, который равнодушен. Ну, не вызывать никаких эмоций. А когда нож вызывает какие-то эмоции, хочется его воспроизвести самому. То есть, прожить этот путь. Прожить этот путь. Эту жизнь, историю. Войти туда. И вот даже когда на выставках на клинке, на арсенале разглядываю ножи, новые, когда какие-то появляются, мне становится всегда интересно, а какую идею, какие эмоции испытывал. что он хотел этим ножом сказать. допустим, берем финночку. Вот часто, когда без пяточки, вот я всегда маленькую пяточку делаю, а вот ножичек без пяточки, и всегда вот эта вот оковочка рано или поздно начинает болтаться и налезать на лезвие. Думаю, что же он так и тот. Ну, а потом я понимаю, что все-таки традиция такая у него, чтобы пятки не было, чтобы весь клиночек исполнился. Я так думаю, вот сидел какой-нибудь там в районе Лоухов, Карьел, и долгими зимними ночами об кирпичу пески там это вытачивал. И вот этим интересен. И поэтому когда я делаю ножом, мне хочется что-то свое в это дело превознести. Хотя нож мы не изобрели. Да, да. Понятно, нож, внушенный нож. Но тем не менее, как изъезде перебил, как же, не мы изобрели краски и кисти, а рождаются мраморами мы изобрели, а рождается некая такая сказка, симфония, не знаю, тут тоже называется домин. Мне, например, всегда очень нравится наблюдать за покупателями ножей. Человек подходит на выставке, берет в руки нож, неважно, там мой или чей-то другой, начинает его разглядывать. Я по его выражению глаз, по лицу вижу, что его здесь нет, этого человека. Он себя представляет уже где-нибудь на плато Путоран или где-нибудь в Карелии на Белом море, и как он семгу дербанит этим ножом или будет дербанить. И жена, я часто замечаю, даже не подходит к нему, боится. Боится, Она просто понимает, что нет. Лучше мужика не трогать. А есть покупатели, которые интересуют не какие-то иллюзии, связанные с этим ножом, а чисто начинают разглядывать клеем. Никой такой утилитарной веры. утилитарной уже. Его больше интересует качество стали, а не характер, не душа этого ножа. А кого-то просто мода. Бывают люди, у которых покупатель, а я знаю, что у него с собой ножи 15 бывают. Такие чудаки. Поражаюсь этим мифотворчеством. Люди как какая-то секта Ох, Кабар, Ах, Кабар или там какой-нибудь но уж легенды какие-либо что там за ним было. Я понимаю, вот здесь понятно, даже здесь можно найти кинжали, где какую-то зигфриды а что ты там можешь найти, британский нож, Кабар тоже, ну что там, что за ним там. Кабар 200-летняя история. Что там, Бизонов Бизонов не было, там не было длинно-клинкового оружия, в принципе, своем, поэтому... Мне кажется, это уже вопрос маркетологов. Во-первых, во-вторых, ну есть, везде есть больные, будем говорить так, если бы не было больных ножами, нам бы было ничего делать, собственно, ну да, с другой стороны, что действительно, нож это некий обладатель ножа, это со времен там, не знаю, там, древних, это некий, я обладаю таким ножом, значит, мой социальный статус, он как-то он определяется, есть такой нож, да? Ну, что по Фрейду, что-то... Еще вот старые ножи имеют, ну, я не знаю, мое личное мнение, харизму, душу какую-то, вот, использовалось, допустим, очень хорошие корейские березы, очень хорошие, вот именно на финских ножах, то я о чем вот могу поговорить, значит, сейчас мой, так сказать, Яни Мартини, вот чей ножик, значит, делает его фирма, я их называю ножи для туриков, то есть, они уже не озабачиваются ни качеством березки, ни качеством оковок, пишут, там, я не знаю, каким способом, Яни Мартини, Made in Finland, засовывают, я вот, вы показывали, мне тут попалась финка, то есть, с выемкой здесь такой, то есть, они их в штатные ножны засовывают, щупаешь ножны, там провал, то есть, она, ну, села и села, и ладно, пускай это идет, то есть, когда ты готовилась, там все, ну, под нож, будем говорить, так стандартно, там, вот, как Володь делает, как я делаю, мы вместе делаем много, то есть, под каждый нож, начиная от лезвия, кончая ножна, вкладышей, каждый нож делается индивидуально, нету, сделал 10 одинаковых клинков, или те, какой-то дяди, их выточил, там, нарезал, дал, и там, насадил, и отдыхать, каждый нож делается индивидуально, от заготовки, до готового продукта, и поэтому, вот, то, что Вова там, большинство своих это делает, там, душа у ножей есть, и, извините, за то, что, есть выбор, ну, подожди, секунду, ты не нахваливай в этом сглазе, нет, есть выбор, да, раздрылся с тобой, да, поздно, и дворжем, и, человек, я, он, Гена наш, который делает, кстати, вот эти реплики, в большинстве своем, большой специалист, да, в алюминии, любит он, у меня терпения не хватает, у меня тоже, вот, и, значит, я вот, с кожей больше, так, люблю, что-нибудь такое сделать, снимать, да, и снимать тоже, вот, и, можно и купить за 200, можно и за 1000, так вот, преимущественно покупается то, что в более дорогом сегменте, потому что нож, ну, каждый нож, он жить должен, он интересен тем, что, вот, набирается, там, рисунок хоть какой-то, там, как от руки, это все сделано на ножнах, там, чеканится на оковке, ну, это все делается руками. А сколько время проходит от идеи до реализации? Вот примерно, или это, ну, как-то устроение? Ну, значит, пускай меня органы посадят, вот этот нож, допустим, да не посадят, нет, я просто говорю, вот этот нож, у меня, совершенно случайно родилась идея, книга Марьянка, финский нож на граних времен, там есть что-то похожее, просто написано, что произвольного типа, советский нож, там, он обычный, там, какая-то витая ручка деревянная, у нас, у меня совершенно случайно были, в кустах, гильзы в кустах оказались, я сделал один без упора, другой с упором, да, и мне просто понравилось то, что вот он интересно сделан, я думаю, надо, ну, я говорю, ну, это как память о чем-то, то, что делали наши люди, в окоп ход, вот это я сделал за, ну, два дня буквально, то есть, было, идея была, да, идея была, вынашивал ее, да, и так же получилось, вот, недавно совсем, там же, сколько, вот мы с Володей, сколько это, книжки это, сколько лет, я уж не помню, 10, наверное, да, какой, финский нож на граних времен, вот все время там что-то смотришь, листаешь, там, и вот у нас в мастерской, и тут вот натыкаюсь, на, опять же, в Амарянка, это балтийская финка, там такая, с желтой рукояткой, там ножны, Кронштадт написано, я говорю, мы его покажем, нет, сделать, а его нет, он же, уже нет, сделать, я видел его, да, сделать копию, это одно, а сделать что-то такое же, но и другое, ну, там, немножко другая ручка, немножко другая, ну, лезо, например, и немножко другие ножны, но, немножко другая цена, да, немножко, ну, давай, о дарственной мы сегодня говорить не будем, но сделать, вот именно что-то похожее, потому что я его десятки раз листал эту книгу, и не обращал на это внимание, абсолютно, и вдруг, я посмотрел, и мне так захотелось это сделать, прям, ну, не знаю, до истерики. Еще вопрос, в детстве, мечтали какой-то нож, Сделать его? Был? Вот, Нет, нож, 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 такой вот, он должен быть, самый вот такой, твой нож, какой? Фенский нож. Фенский нож. Хорошо, ты сделал его? Сделал. Говори, не раз. Нет, у меня, я к тому, что у тебя тоже какой-то нож был? у меня, у меня были, были такие, мечта, я хочу вот такой нож, который вот там, я почему, потому что я сам родился и вырос на севере, у нас там якутский нож, как-то я с ним, отец мне лет восемь был, он мне подарил нож, у меня, к сожалению, при приезде он потерялся, вот он был такой нож, я не ножевик такому, а вот ваше, именно воплощение мечты, оно вот как? Вот он делал состояние, он делал. Потом мне очень нравились ножи с выкидным в лезвии, когда они были запрещены. Не у мутищик? Нет, нет. Не в Мариной роще. Мы родились, нет, мы родились в центре, он в Потапском период, я в Кривоколенном. А, ну Кривоколенном, да, помню, когда там Фенский, там он скажет, что он живет в каком-то Кривоколенном, в одной школе с первого класса. вот, из напильников делать ножи, да, Высоцкий. Мне гораздо больше нравились именно вот эти ножи. Вот, и будем говорить так, делали там, что только не делали, потом работы на почтовом ящике, подпольном. Я пытался делать людям. Все для людей. Да, все для людей, но я делал очень интересно, я делал какие-то охотничьи ножи, так тоже подпольные, будем говорить, очень подпольные, мне принесли клеймы, я набивал номер, и штатный нож, который стоил там 7 рублей, я на глазах человека ломал, вручал ему тот, тут там было записано в охотбилет. но это было несколько экземпляров, мне не очень нравились охотничьи ножи, потому что они были ужасные там копии водолазного, и все наши, и сталь там была такая, чтобы масло морских, других просто не было, да. Потом мне, так сказать, я женился рано, и в один день мы поехали с тестем к его родственникам, в Калугу к папе, к его, в Калугу там у него зимой поросенок ногу сломал, его надо было припарывать, ногу отрезать, запороть, гипсом не жалеть, и дед достал штык ножка 98, порося мы зарезали, нож я спер, потому что я не мог пройти, не может, ты к нашу, хотя бы не было. Ты просто жалел остальных порося. Да, мне там было 20 лет, 20 лет, да, и я его, честно говоря, упер, потому что, ну, тогда же это все было не деда, как немецкий штык. А я покупал ножи белка за рубль 60. Мы все покупали, кидали их. Пытался переделать в выкидной, ничего мне так и не возьмут. И еще один вопрос вот такой, ну, вот я эту вещь интересную обнаружил, беседуя с виноделами, с пекарями. Пекарь говорит, что плохое настроение, тесто не поднимется. Виноделка, да болеет, хороший профессионал, не подходит, бочки беззреют вину. Вот они уверены, что внутренняя энергия человека передается тому, что они делают. Что с точки зрения на же дело не дает подойти к станку и делать? Ленин отбрасываем. Подбрасываем. Подправечное состояние тоже. А вот если с утром, придя в мастерскую, что-то не пошло, то все, мы идем в гастроном. Уже дальше работ не будет. Вот не пошло, что-то не клеить. Или порезался с утра. Все, я бросаю. Это во-первых. А во-вторых, просто можно прийти, друг на друга, ну нет настроения, нету. Просто берешь его, а он у тебя не лежит, не смотрит, но не смотрит. Вот сколько там просят, вот это надо сделать. Вот смотришь, думаешь, ну ладно, я потом сделаю, ну нету, а потом появляется кураж, и начинается это все делать. То, что без, так сказать, души, что, ну, грубо говоря, так. без души делать, смысл какой? Все-таки, Вова правильно говорит, мне очень понравилось слово, ремесленники. Но ремесло же надо свое уважать, а не... вы уже не ремесленники. это именно ремесло какое-то там, но я имею в виду, что ремесло свое надо уважать. А если ты просто клепаешь для того, чтобы зарабатывать деньги, это уже несколько, будем говорить, другая, поставить на же дело. То есть, не будем, так сказать, обобщать, но когда мне показывают, будем говорить так, Дамаск за полторы тысячи рублей клинок, или там за 500 рублей, мне начинает, это очень не нравится. Я один раз спросил, я говорю, вы все эти самые, троса с бульдозеров, с подъемных кранов, перековали, чтобы это уже было какой-то там Дамаск, или туда и туда, что-то добавляете. Вот, ну, не может быть хороший, ну, говорит, так, клинок, стоит, копейки, это да, не может, хороший нож, ну, я имею в виду, не то, что делается серийно, стоит копейки, нож, в принципе, вот, если вот вознять, ну, любой нож, да, серийный, и, ну, даже мелко, авторский, сделать и авторский, или мелко-серийный, вот, понять, их можно сразу, какое и что, вот, поэтому, я говорю, сейчас, допустим, вот эти вот ножи, для меня, ну, не талон, будем говорить, но, в них какая-то душа, а сейчас я вот беру, я говорю, вот это, я не Мартини, вот этот завод взял, да, мне, вот, правда, это нож для туриков, вот, они покупают, там их, я не знаю, сколько, 20 евро, там отдали, вот, я был в Финляндии, вот, нож там от Мартини. А мне очень нравятся серийные ножи, муровские. Да, это замечательно, я не спорю, и Фискарсы, и серийные. Мы-то говорим о творчестве, тут я недавно вычислил, что американцы посчитали, что стоимость холстая красок Мона Лизы, 37 долларов, всего лишь, да, 37 долларов, и Мона Лизы, вот, так и тут, конечно, стоимость, там, я не знаю, ну, вот этого ножа, сколько там стоит, она, копейки, а вот все остальное, вот это, то, что вы говорите, душа, творчество, теплота человеческих рук, вот это вот, на что стоило Леонардо, эту натурщицу, уговорить? Фу, вы знаете, 37 долларов, знаете, что это самое, улыбка Мона Лизы, разгадана уже, она просто дурой была, но вот на этой высокой ноте мы заканчиваем наш такой короткий репортаж, очень много тем поднято, не репортаж, не передача, очень много интересного, ведь мы говорим, действительно, раскрывать через ножи, ребята раскрыли, немножко рассказали себе, рассказали об истории, рассказали о нас, мы сами о себе рассказываем, мы должны этим гордиться, потому что мы можем, ну, нация, которая никогда не была, проигрывала сражения, но никогда не проигрывала дневной войны, да, и вот в этом, вот мы, в этом мы все, вот, поэтому, спасибо ребятам, мы, я думаю, уверен, вернее, что мы вернемся к этой теме, будем разговаривать, посмотрим ваши, именно ваши, так сказать, новоделы, очень интересные, вот там много всяких вопросов по творчеству задам, вот, поэтому, огромного спасибо, удачи, успехов. Таким, мы,